Летучая мышь Летучая мышь Продюсер Си-Джей Девлин Режиссер Крейн Уилбер Это Оукс, загородное поместье, которое я сняла на лето. Я писательница и пишу всякие загадочные истории о бухгействе. Но то, что произошло в этом поместье, является намного более загадочным, чем все, что я когда-либо писала. Я привезла из города своих слуг, а также мою давнишнюю горничную Лиззи Аллен, которой уже со мной много лет. Лиззи! Да, мисс Корнелли. Машина уже готова? Уже у дверей стоит. Послушайте, мисс Корнелли, те слуги, которых вы привезли из городской квартиры, говорят, что они собираются от нас уйти. Да неужели? Я, конечно, знала, что им тут не нравится, но не знала, что настолько. Но им кто-то уже сообщил слухи о том убийце, который здесь орудовал летом, по кличке Летучая Мышь. Говорят, что он снова вернулся в этот городок. Ну и почему они, интересно, в этом уверены? Он что, совершил еще одно убийство? Но пока нет, хотя мы не застрахованы от того, что новых убийств не будет. А еще не пишут о летучих мышах, которые здесь водятся. Знаете, ну, зверьки такие маленькие, которые летают по всему ночью. Да, конечно, слышала. Так вот, в отчете отдела здравоохранения пишут, что эти летучие мыши еще и бешеные. Да ну, но это еще не все. Ходят слухи, что этих бешеных летучих мышей выпустил сам убийца по кличке Летучая Мышь. Ой, вот это уже полные чушь. Ну, ваша горничная, повар, дворецкий и служанка сверху так не думают. Ну, я запретить им так думать не могу. Но если всякие эстетические бредни мешают им делать их работу, то это их проблема не моя. Так, Лиззи, нам нужно успеть в банк. Уорнер, езжай сразу в банк Зенит. Боюсь, что нам нужно будет поторопиться, потому что он скоро закрывается. Слушаюсь, мисс Ван Гордер. Спасибо. Мисс Ван Гордер, как поживаете, мистер Бейли? А вы-то как? Да у меня все чудесно. Спасибо. Думаю, вы помните мою горничную, Лиззи Аллен? Конечно. Здравствуйте, мисс Аллен. Я так понял, вы проводите это лето с нами? Да. Я сняла поместье Оукс, дом президента вашего банка, мистера Флеминга. Удивительно. А что, что-то не так? Нет, я просто удивился, потому что он сказал, что никогда его никому не сдаст. Да ну. Я сняла его у его племянника, Марка Флеминга, у него здесь агентство недвижимости. Он также сказал, что его дядюшка будет в отъезде целое лето. Так и есть. Мистер Флеминг сейчас со своим врачом, доктором Уэллсом в Северных Лесах. Прошу прощения. Дэйл, познакомьтесь с моей женой. Мы поженились на Рождество. О, это было, наверное, замечательно. Да, еще бы. А вот и она. Это моя жена, это мисс Ван Гордер, мисс Аллен. Здравствуйте. Корнелия Ван Гордер. Я читала все ваши детективные истории. Я просто обожаю вот ту, которая самая странная, частный морг Доктор Икс. Хоть у меня и мурашки шли, пока я читала. Только мурашки? Да я до смерти напугалась, пока я читала. Ну, я имею в виду, что в этой книжке мисс Корни переборщила с убийствами. Пожалуйста, когда говоришь обо мне и моих книгах, не называй меня мисс Корни. Извините, мистер Бейли, к вам мистер Хайнс. А, да, конечно. Прошу меня извинить. Чувствуете себя как дома? Да, конечно. Ну, значит, вы та самая счастливая невеста. Ну, не совсем уже. А, ну да. С Рождества уже не невеста. Но мне кажется, что я вас где-то уже видела. Да, конечно, я была секретаршей моего мужа. Ну, конечно, помню вас. Мое почтение, самый выдающийся гостья этого банка. Очень мило с вашей стороны, но... Это лейтенант Андерсон. Лейтенант Андерсон. А, ну, конечно же. Начальник отдела расследований полицейского отделения Зенита. А это мисс Аллен. Мисс Аллен, как поживаете? Лейтенант Андерсон, один из наших почетных горожан, а также член Совета директоров банка Зенит. Неплохо для полицейского, не правда ли? Да уж, время вы зря не тратите. Мои денежки в надежном месте, если вы понимаете, о чем я. Так, время к закрытию. А у меня кое-какие дела еще есть в хранилище депозитов. Миссис Бейли, обязательно приезжайте ко мне в гости. При великим удовольствии. И вы тоже лейтенант? Конечно. До свидания. Всего хорошего. Боже, какая очаровательная женщина. Она на днях поселилась в Окс. О, это самое подходящее место для писательницы детективов. Это точно. Вик, в чем дело? Оба зайдите сюда, пожалуйста. Энди, у нас неприятности. Уэндал Хайнс пришел, чтобы забрать 350 тысяч по долговому обязательству, которые мы держали для залога. Они находились в специальном хранилище, к которому доступ есть только у меня и у мистера Флеминга. Итак, клад Хайнса пропал. Но это еще не все. Также и пропали некоторые другие ценные бумаги. По примерным подсчетам, из нашего банка пропало около миллиона долларов. Тебе нужно сообщить Флемингу. Мне бы очень хотелось с ним сейчас поговорить, но, к сожалению, он с доктором Уэлсом где-то глубоко в лесах. И телефона там нет. В чем дело? Мне просто послышалось, будто кто-то идет сюда, по тропинке от озера. Я думал, что это наш гид. О, Сэм до утра не появится. Отсюда до ближайшего населенного пункта 20 миль. Я уверен, у Сэма для меня должно быть сообщение. Но ты же просил своих работников тебя не беспокоить. Да, просил, но они обязательно меня побеспокоят. Доктор. Да, Джон. Что бы вы сделали за полмиллиона долларов? Все что угодно, только не убийство. А чего же не убийство? Слишком хлопотно. Что, слишком большой риск для вас? За полмиллиона? Определенно. А я вот миллион из банка стянул. Нет, я серьезно. Вот так взял и стянул. Но я думаю, что вы не сделали бы это, если бы не знали, что это вам сойдет с рук. Но можно сказать, что уже сошло. Это, конечно, не означает, что я сразу стянул мешок наличных. Я взял ценные бумаги, которые могут быть приведены в наличные. И теперь эти наличные у меня. Десятками, двадцатками, сотнями. Ну, а я, в общем-то, ваш врач, а не ваш адвокат. Чего мне это рассказывать? Сейчас поймете. Ну, и на кого же вы решили свалить вину за ограбление? На кассира. Бейли? Мне нравится Бейли. Мне тоже. Парень отличный. Я дал ему бытеку в жизнь. У него очень милая жена. Да, очаровательная девушка. Я у них на свадьбе шафером был. Ну, и где же миллион? Я спрятал его в семейном склепе, здесь, в зените. Там, где лежит гроб моего отца. Что-то мне в это не верится, Джон. Не верится? Нет. Ты, видимо, забыл те времена, когда ты был очень больным человеком, и я лечил тебя. Когда в порывах бешенства ты говорил о какой-то потаенной комнате. Ну, и где же, интересно, может быть, эта потаенная комната, как не в том самом поместье, в котором ты был столько денег? Оукс. Послушай, все знают, что у меня проблемы с сердцем. И кто же в совете директоров будет сомневаться в том, что у меня в какой-то момент отказало сердце? Я отказала в тот момент, когда я шагал по лесу и случайно свалился с какой-то огромной высоты. А тело мое размножено до неузнаваемости. Ты бы, в свою очередь, мог бы оттащить тело в зенит и организовать похороны, просто просьба не открывать гроб, чтобы не шокировать публику и его содержимое. Ну, а ты-то, в свою очередь, понимаешь, наверное, что, чтобы организовать похороны, нам нужно тело, а в этом случае нам нужно будет иметь дело с гробовщиком. Конечно, понимаю, но и где же мы достанем тело? Может быть, кого-нибудь из своих возьмем? Как насчет Сэма? Сэма? Нашего проводника? Сэм весит примерно столько же, сколько и я. Живет он почти отшельником, и искать его долго никто не будет. Местный могильщик узнает его. Нет, если мы изменим тело до неузнаваемости. Но зачем тебе это все нужно, если вина все равно пойдет на Бейли? В случае, если присяжные его оправдают, по логике вещей я буду следующим подозреваемым. Конечно, я мог бы скрыться, но надежнее будет, если все будут думать, что я умер. А если я откажусь участвовать во всем этом мероприятии? В таком случае результат для тебя будет плачевный. Ты что, меня убьешь? Ну а что же мне еще прикажешь делать? Я тебе все рассказал про миллион. В этом случае я скажу, что ты был застрелен на охоте случайно. Послушайте, доктор, если вы найдете другое тело вместо Сэма, мне это подойдет. Ну и вам полагается полмиллиона за это. Я постараюсь делать все, что в моих силах. Что-то дымом запахло. Да, я тоже чувствую этот запах. А и что это за шум? Доктор, поглядите. Лес горит. И огонь уже подбирается к избушке. Нужно отсюда убираться поскорее. Уходим через черный ход. Обязательно уйдем? Как только я достану нам тело... О, Господи ты, Боже мой. Лиззи, это ты там? Да, мисс Карнелли? Сюда приближается буря. Ветер чуть не сорвал дверь с петель. Ну да, ты меня своим грохотом так испугала, что у меня чуть карты воздушного змея не превратились, не улетели. Я, по-моему, потеряла несколько штук. Газету принесла? Да, черт. Мальчишка разносчик газет на своем велосипеде проехал и швырнул газету прямо в кусты. Или нашла? Боже ты мой. Мистера Вика Бейли арестовали? Что? Виктор Бейли, вице-президент и кассир банка «Зенит», был арестован по подозрению в хищении более миллиона долларов. Ни за что не поверю, что Вик Бейли замешан в этом ограблении. О, гляжу, наш домовладелец вернулся. Домовладелец? Мистер Флеминг. Доктор Малькольм Уэллс вернулся в «Зенит» с телом президента банка «Зенит» Джона Флеминга, погибшего в лесном пожаре. Мистер Флеминг будет похоронен в пятницу в семейном склепе. Вот, надеюсь, там он и останется. А куда он оттуда денется? Ну, дом-то ведь его, а после его смерти всякие странные вещи здесь происходят. Например, дворецкий повар и горничная говорили, что слышат какие-то странные звуки ночью. А горничная сверху поклялась, что видела человека без лица, который шел по задней лестнице. Ах, вот почему они бежали от меня и оставили меня здесь одну совсем управляться. Вам они, мискорни, об этом не сказали, но они были ужасно напуганы. Но ты-то здесь, Лиззи? Ты что, ничего не видела? Я не видела. Но даже если бы увидела, я призраков не боюсь. Это они меня боятся. Нет, честное слово, мискорни. Как-то раз специалист в этой области сказал мне, что у призраков на меня аллергия. Но этот убийца по кличке летучая мышь, о котором они пишут в газетах. Он другое дело. Да, не думаю, что у него на тебя аллергия. Боже ты мой. Вы только послушайте, что они пытаются сделать. Они что, пытаются всех отсюда разогнать? Ну ладно, говори, что они там пишут про этого убийцу летучую мышь? Говорят, что он убивает только женщин. Господи, по две за ночь. Все его жертвы умерли одинаково. У каждой из них горло было разодрано стальными клыками. Хм, какой чудесный прием. Надо будет как-нибудь это попробовать. В своей книжке. Это просто ставни стучат о дом. И дверь от ветра стучит. Не обращайте внимания на это. Послушайте еще вот что. Одна из жертв, которая выжила после нападения, описала этого убийцу как человека без лица. Честно говоря, мисс Курни, я думаю, что у бедной девушки разыгралось воображение. О, а это тяжелый гобеллен на втором этаже. Да знаю, знаю, Лиззи. Я каждую ветряную ночь слышу, как он там стучит. Он звучит так, как будто бы кто-то стоит на лестнице. Но там, конечно, никого нету, кроме этой не должно быть. Такие звуки можно в любом большом доме услышать в ветряную ночь. А еще здесь написано, что летучая мышь никогда не оставляет отпечатков пальцев. А, ну это вполне очевидно. Лица нет, значит и пальцев нет. Лиззи! Да уж, это явно не кошечка с клубком играется. Да, я тоже так не думаю. Но, полагаю, стоит проверить. И кто, интересно, его сюда сбросил? Он, надеюсь, что ветер. Там, наверное, окно открыто. Оставь его в покое, Лиззи. Пускай тут валяется. Я надеюсь, что ветер провода не оборвет, а то мы без света останемся. Так, пойдем проверим окна в зале, задернем занавески, а потом пойдем спать. Да, мисс. Я быстренько. Мисс Корни! Что случилось? Я дверь плохо закрыла. Потом подошла, чтобы задвинуть задвижку, а он был там. Он был там. Он пытался войти. Чуть на вас не набросился. И он не сделал этого благодаря тебе. И он все еще за дверью. Так, ты поторопись в спальню, а я вызову полицию. О, нет, мисс Корни, я ни за что вас здесь не оставлю. Так, с тобой все в порядке? Да, мэм. Со мной все в порядке. Ну и хорошо. Коммутатор. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, полицейский участок. Полицейский участок города Зенит. Это Корнелия Ван Гордер. Я звоню из поместья Оукс. Да, мы знаем, мисс Ван Гордер. Буквально мгновение назад какой-то человек пытался вломиться в этот дом. Вы, надеюсь, там не одна? Нет, практически одна. Мой шофер уехал, и до утра его не будет. Мы со служанкой запремся в моей комнате. Пошлите кого-нибудь сюда, пожалуйста. Если кто-нибудь из ваших людей что-нибудь заметит, пускай мне позвонит. Я сейчас же кого-нибудь вышлю. Большое спасибо. Пойдем, Лиззи, будем спать в моей комнате. Так, в эту комнату больше никто не проберется, это точно. Дверь, похоже, очень прочная. Ну да, как дверь в гробницу. Думаю, на этой кушетке тебе будет удобно. А запасное постельное белье где-то там, в шкафу. Так, посмотрим. Задвижки нет. Не очень хорошо. А это еще что такое? А это моя дорогая своего рода ловушка. Если кто-то попытается пробраться в эту комнату, его вот этой штукой огреют по башке. Вот, хорошо. Давай. Вот чёрт возьми, я забыла все свои ночные принадлежности. Халат, тапочки, ночнушку. Сейчас пойду принесу. Так, Лиззи, подожди секундочку. Так, Лиззи, я пойду с тобой. Не беспокойтесь, мисс Корнелия, моя комната же просто в коридоре рядом здесь. Лиззи, я сказала тебе подождать. Ой, да всё в порядке, я через секундочку уже буду здесь. Ну-ка, сживо, иди сюда. Слушаю. Мисс Ван Гортер? Да. Это полицейский участок Зенита. К вам только что подъехал полицейский, осмотрел территорию вокруг дома и сказал, что следов нарушителя там нет. Но он уже как раз в доме, он только что пытался на нас напасть в коридоре. Скажите вашим людям выломать заднюю дверь в доме и перевернуть здесь вверх дном всё, чтобы найти его. Хорошо, мисс Ван Гортер. Держитесь там. Обязательно. У меня ещё и пистолет есть, и я знаю, как им пользоваться. О, Лиззи, расслабься. Приезжали полицейские, всё тут осмотрели и никого не нашли. Но мисс Карнелия, мы же сами его видели. Ну ладно, ладно, хорошо. Он сбежал, значит. Они оставили одного человека охранять дом. Поэтому расслабься и отдохни немножко. Никто и ничто нас здесь не достанет больше. О, Лиззи, расслабься. Мисс Карнелия, мисс Карнелия, ну что ещё такое? Там летучая мышь. Ой, да ладно тебе. Тебе кошмар приснился. Ничего подобного, там была летучая мышь, она меня укусила. Чего? Да, да, и она залетела в тот шкаф. О, боже ты мой, Лиззи. А ведь верно. Коммутатор, соедините меня, пожалуйста, с кабинетом доктора Малькольма Уэллса. Конечно, я не знаю его номер и телефонной книги у меня нет. Пожалуйста, соедините меня с его офисом, у меня здесь чрезвычайная ситуация. Ой, у меня бешенство, наверное, будет. Алло, кабинет доктора Уэллса? Нет, это его приёмная. Доктора Уэллса сейчас нет на месте, но если вы доставите своё имя и ваш номер, я постараюсь его найти. Это мисс Ван Гортер, я живу в поместье Оукс. Мою горничную только что укусила летучая мышь, вероятно, она бешеная. Ей срочно требуется помощь, а мне сказали, что доктор Уэллс единственный здесь врач. Я постараюсь найти его. Если мне это не удастся, я пошлю к какому-нибудь другому врачу к вам. Большое спасибо. Ну, сказали, что он на каком-то вызове. Надеюсь, он там не роды принимает, иначе это надолго затянется. Нет, такие вещи меня никогда не беспокоили. Ну, конечно же, не беспокоили, это ведь никогда детей не рожало. Конечно, не рожало, поэтому никогда и не беспокоили. Ну что, сильно болит? Субтитры создавал DimaTorzok Доктор Уэллс. Доктор Уэллс, вы там? Доктор Уэллс, вы на месте? Вас вызывает ваше приемное. Говорят, что это чрезвычайная ситуация. Доктор Уэллс слушает. Это ваше приемное. А, простите, я просто эксперимент один проводил и трупку снял с телефона. Я так и поняла, поэтому звонила вам очень много раз. Звонила мисс Ван Гордер из поместья Окс. Ее горничную укусила летучая мышь, и они боятся, что летучая мышь бешеная. Хорошо, скажите, что я сейчас прямо выезжаю к ним. Мисс Ван Гордер. Мисс Ван Гордер. Мисс Ван Гордер. Мисс Ван Гордер. КОНЕЦ 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 Кто там? Доктор Уэллс. КОНЕЦ Добрый вечер. Я так рад, что они нашли вас. Да, я в офис приехал сразу после вашего звонка. Как ваша горничная? Какие-нибудь симптомы у неё уже есть? Нет, пока вроде нет. Это очень хорошо. Скажите, а летучая мышь улетела? Нет, вроде нет. Она до сих пор находится в моей спальне. Это хорошо, я хочу осмотреть её. Так, мисс Алана, ну что, вы получше себя чувствуете? Доктор, скажите, у меня уже бешенство есть? Ну, это я вам получше скажу, когда я осмотрю мозг летучей мыши под микроскопом. У этой штуки ещё мозг есть? И ещё какой? Ну и где она? Я думаю, милашка в этом шкафу. Очень жаль, что вы сняли именно этот дом, мисс Ван Гордер. Это ещё почему? Ну, милая моя, не хочу, конечно, вас пугать. После сегодняшней ночи меня уже ничего не испугает. Да, могу себе это представить. Вы, наверное, очень сильно напуганы. Здесь произошло столько необъяснимых вещей. Что-то странное есть в этом месте. Ваши слуги почувствовали, наверное, что-то неладное, когда они сбежали от вас. Здесь витает предчувствие трагедии. Ну что ж, посмотрим. Так, успокойся. Никто ничего тебе плохого не сделает. Спокойно. На вид она вполне здорова. Никаких заболеваний нет. О, чудесно. А я о ней так переживала. Да, вам следовало бы. Никаких внешних признаков инфекции нет. Что означает, что вы очень легко отделались. Внимите одну из этих таблеток, я гарантирую вам хороший сон. Завтра я к вам загляну. Спасибо вам за все, доктор. Не беспокойтесь, выход я сам найду. Да ничего, ничего, я вас провожу. И не забудьте, как только я уйду, вам придется подниматься по этой темной лестнице одной. Ну, насчет этого не беспокойтесь. Я вооружена. А вы когда из этой штуки стреляете, вы глаза не закрываете? Каждая из моих книг есть оружие, а я не пишу о том, в чем не разбираюсь. Запрет, Верилизи. До свидания. До свидания, доктор. Что, очередной несчастный случай? Нет, это ветер его сдол. Я надеюсь, по крайней мере. А вы знаете, что Марк Флеминг сдал вам этот дом без вздушения своего дядюшки? Нет, я не знала об этом. Ну, я думаю, сейчас это уже не имеет значения. Джон Флеминг мертв, а Марк его наследник. И я думаю, что дом перейдет к нему по наследству. Он разрешит вам здесь жить, мисс Ван Гордер. Правда? Определенно. А вообще-то для каждого, кто жил в этом доме, все заканчивалось трагедией. Всего доброго. Доброй ночи, доктор. Кто там? Рад видеть вас здесь, доктор. А, Энди, это ты? Да, это я. Добрый вечер, мисс Ван Гордер. Добрый вечер, лейтенант. Кто-нибудь здесь заболел? Моя горничная выпустила летучая мышь. Бешеная летучая мышь? Точно не скажу, пока не доберусь до своей лаборатории. Летучую мышь я поймал. Это в доме случилось? В моей спальне. Ну и как она туда попала? Летучая мышь может попасть в дом разными способами. Но вам-то лучше знать. На подходе к дому я сразу заметил вот это отверстие у вас в двери. Похоже, ваша дверь пыталась открыть много летучая мышь. Мисс Ван Гордер сказала, что она звонила в полицейский участок Зенита. Да, я звонила дважды. Второй раз был, когда нарушитель пробрался в дом. А тебя в участке не было, Энди? Нет, меня не было, они мне позвонили. Пришел полицейский, обыскал дом сверху до низу, но ничего не нашел. Вам бы нужно это окно завтра починить. Да, конечно, так и сделаем. Ну, я думаю, мне уже пора идти. У меня еще 8 часов утра, операция завтра. Доброй ночи, доктор. Я оставлю одного из своих людей здесь патрулировать. А внутри никого не будет, Энди? А внутри-то зачем? А вдруг тот самый летучая мышь прячется прямо в доме? Доктор, я абсолютно уверен, что внутри его нету. Сейчас он точно не в доме. Доброй ночи. Доброй ночи, лейтенант. Марк Флеминг. Продажа недвижимости. Окрашено. Привет, Энди. Привет, Марк. Ну что, тебя можно поздравить? Твой бизнес, похоже, процветает. Новый офис, новая мебель и новые сделки. Ну как тебе? Ну, выглядит довольно дорого. Что, уже начал проматывать свое наследство? Да я его вообще-то еще не получил. В газетах пишут, что Джон Флеминг оставил все свое состояние тебе. Все состояние это хорошо, но проблема в том, что мы его найти не можем. Да ну. Все, что было на счету у дяди Джона, это пару сотен долларов. А депозитная ячейка была пуста. Но если мы этот миллион не найдем, моя ячейка тоже будет пуста. Это почему еще? Потому что все мои сбережения вложены в акции Банка Зенит. Придет инспекция и ни в коем случае не подтвердит, что банк способен выполнять свои платежные обязательства. Акционеры проголосуют и нас выкинут отсюда. Ценные бумаги, которые были украдены, были переведены в наличные. Если эти наличные не найду, мне крышка. Ну, вперед, начинайте искать. Здесь, в Зените? Я, конечно, не уверен, что твой дядюшка за собой на охоту эти деньги утащил. Ты подозреваешь дядюшку Джона? Ну, Энди... Дядя Джон основал банк Зенит. Это же словно семейный склеп ограбить. А ты думаешь, он бы этого не сделал? Да нет, конечно же. И кроме того, отпечатки Вика Бейли повсюду в хранилище. Отпечатки дядюшки моего не были найдены. Но это потому, что он их стер. Защита в состоянии это доказать. Ну, они пытаются это сделать. Джуди Холлендер, секретарша Виктора Бейли, выступает свидетелем от защиты. Защита уверена, что она хорошо повлияет на свидетелей. Да, на меня она тоже очень хорошее влияние оказывает. Джуди просто прелесть. А вот и книга, о которой ты говорила, Джуди. Ее только что издали. Ваша самая последняя. Да. Это тебе. Ух ты. Первое издание. И вы подписали его для меня. А как же. Большое вам спасибо. Уже можно подавать чай? Да, Уорнер, пожалуйста. Спасибо. Я вижу, вы наняли новых слуг. Да, конечно. Ну и как же вы убедили их жить в этом доме? Моя новая горничная Джейн Паттерсон знает этот дом лучше, чем вы, доктор. Она работала на Джона Флеминга. А Уорнер был моим шофером. Шофер стал дворецким? Невероятно, правда. На первый взгляд не скажешь, что он шофером был. Уорнер, а ты сантехника привел? Нет, мэм. К сожалению, сантехника не будет в течение трех дней. Но у нас же труба в подвале течет. Нас через три дня затопят. Нет, труба больше не течет. Не течет? Ты хочешь сказать, что там само по себе все высохло? Не совсем. Я заделал стык, из которого капала вода. Стык заделал. Ну надо же. Где ты этому научился? Сталкиваясь в жизни с разными проблемами, ты постепенно научишься их решать. Исван Гортер, вам что-нибудь еще нужно? Нет, пока что нет. Спасибо, мадам. Вот это экземпляр. Сколько вы говорите, он работает у вас шофером? Уже три месяца. Надеюсь, у него судимости нет. Моя дорогая Дэйл, думаю, что для тебя будет некоторым утешением знать, что Джон Флеминг говорил, что любит твоего мужа как собственного сына. Если бы Флеминг сейчас был жив, он бы изо всех сил старался доказать невиновность Вика. Интересно, а мог бы мистер Флеминг доказать свою собственную невиновность? Мисс Ван Гортер, а могут ли быть какие-нибудь сомнения в этом? Они определенно появятся, как только мисс Холлендер даст показания в суде. Джуди, вы знаете что-то, о чем мы еще не слышали? Кое-что, что я видела собственными глазами. Но ей не разрешено говорить о том, что это конкретно было. О, милая моя, я бы и не подумал ее спрашивать. Хорошо, давайте предположим, что Флеминг действительно украл миллион. Что бы он, интересно, с ним делал? Где бы он его спрятал? В каком-нибудь потаенном месте, где бы его не застукали в тот момент, когда бы он собирался забрать деньги. Ну, если бы я писала книгу, а не оказалось бы пучей этих событий, я бы спрятала деньги здесь, в этом жутком старом доме. Что, под половицей или в камине? Если бы у мистера Флеминга действительно хватило бы смелости украсть миллион, он бы все тщательно продумал. Он бы подготовил место, чтобы все это спрятать. И, возможно, даже во время строительства этого дома. Я сняла этот дом у племянника Джона Флеминга, у Марка. И я думаю, что у него могут быть планы этого дома. Я сейчас у него спрошу. Хорошо. Лиззи, принеси, пожалуйста, миссис Бейли телефон. Да, давайте у него сейчас и спросим. По-моему, его номер 7537. Спасибо, Лиззи. 7537. Неплохо, Энди, правда? Вот это и означает новый бизнес. Видишь, кто-то уже хочет купить дом. Марк Флеминг слушает. А, привет, Дэйл. Подожди немножко, сейчас посмотрю. Это Дэйл Бейли, взволнованная какая-то. Мисс Ван Гортер хочет знать, есть ли у меня чертежи Оукс. Интересно, зачем они ей понадобились? Она выдвинула предположение, что твой дядюшка мог спрятать награбленное из банка в этом доме. Ну так что, планы у тебя? Нет, похоже, они где-то в самом доме. Пекундочку, похоже, я знаю, где дядюшка мог хранить чертежи. Ну и что это за место? Я точно не помню, но он как-то давно еще упоминал о нем. Все равно мне что-то не верится, что у старины Джона хватило смелости стянуть этот миллион. Энди, если я найду эти планы, я обязательно дам тебе знать. Алло, Дэйл. Милая, я не знаю, где эти планы, я с детства их не видел. Но я попозже подъеду, и мы их поищем. Спасибо, Марк, мы будем тебя ждать. Он думает, что они спрятаны где-то здесь, в доме. И сегодня вечером он заедет. Ну и хорошо. Дэйл и Джуди погостят у меня на выходных. А вы не хотели бы остаться с нами на ужин? О, спасибо большое, но я не могу. Мне еще на пару вызовов нужно заехать. И все-таки, если показания Джуди очистят имя Виктора Бейли и переложат вину на Джона Флеминга, у многих может появиться мысль, что награбленная спрятана именно в этом доме. Так что даже не упоминайте ни о чем из ваших показаний посторонним людям. Он ни в коем случае. Вот и умница. И очень симпатичная девушка. Всего хорошего, дамы. До свидания, доктор. В этом доме уже произошло такое количество необъяснимых вещей. Мне кажется, что уже пора их записывать. Так, Дэйл, ты была секретарша Своя Умница. Совершенно верно. Ну, если хочешь немного отвлечься, почему бы тебе со мной не поработать? Я собираюсь написать историю этого необыкновенного преступника по кличке Летучая Мышь. Поехали. 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 изделие серебра. Это авторская работа. Да, в Англии до сих пор такие используются для завтраков. В них и сосиски, и омлет долгое время сохраняются горячим. Очень полезные штуковины. Если верить словам Марка Флеминга, эти часы не били уже лет 10. А почему они еще интересны так неровно по отношению к стене стоят? Ну, наверное, кто-то их подвинул. Возможно, Лиззи это сделала, когда пыль вытирала. Секундочку. Вы знали, что за этими панелями есть двери? Нет, конечно. Боже, милостивый, да так и есть. Возможно, это дверь в какой-то секретный проход, а там уже симпатриотный подвал. Ну, кто знает, девушки, на что мы сейчас тут наткнемся. Вот здесь где-то есть панель. Наверное, должна быть какая-то уловка. Вызываю 11-ю машину. Вызываю 11-ю машину. Отправляйтесь в поместье Оукс. Поступило сообщение об убийстве. Хорошо. Отправляюсь в Оукс. Позвоните окружному судмедэксперту доктору Уэллсу. Скажите, пускай сразу же отправляется в Оукс. Ужас какой-то просто. Такое ощущение, что горло его было разодрано какими-то клыками или когтями. Это его визитная карточка. Все другие жертвы его были убиты точно так же. А я так надеялся, что сообщения о том, что убийца опять взялся за свое, были плодом бурной фантазии автора. Но, похоже, это не так. По всей видимости, убийца вернулся на сна предыдущие места своих преступлений. Да, я имею в виду именно его. Того самого убийцу. Летучую мышь. А кто нашел Марка? Да мы все нашли. Дэйл, Джуди и я. Лиззи была в столовой. Это моя новая горничная, Джейм Пэттерсон. Она работала на Джона Флеминга. Да, я знаю ее. А вы где были, миссис Пэттерсон? Я убирала в кухне. Сегодня я готовлю ужин. А вы знали, что в комнате есть потаенный шкаф? Да. Он за дедушкиными часами. На самом деле, это я его нашла. Я заметила, что часы немного сдвинуты, а дверь приоткрыта. Я открою. Ну и кто это? Марк Флеминг. Как судебный эксперт, вы можете заметить, что на теле точно такие же раны, как и на других жертвах. Сколько он уже мертв? Примерно полчаса. И вы думаете, что это летучая мышь? Ну, мы видим его визитную карточку. Не исключено, что он еще в доме. Это вполне возможно. А почему бы ему не сбежать отсюда? Потому что, как и вы, он считает, что здесь что-то спрятано. Это очень настойчивый убийца. И мой вам совет. Убирайтесь из этого дома как можно быстрее. Невзирая на то, что вас будут охранять хорошие полицейские. Ну что, в морг звонили? Да, они уже в пути. Хорошо. Я как раз хочу осмотреть тело перед тем, как они приедут. Можно мы перенесем его куда-нибудь? Да, несите в комнату в задней части дома. Прошу меня извинить. Ворнер, где ты был? Мадам, я... А что? Что-то произошло? Произошло убийство. Здесь убили молодого человека, у которого я сняла это поместье. Марка Флеминга. Уже известно, кто это сделал. Полиция утверждает, что это летучая мышь. Мисс Ван Гортов, я прошу прощения, что вошел через парадный вход. Но я забыл ключи. Звонил в дверь на кухню, но мне никто не ответил. Лейтенант, это Ворнер. Мой дворецкий. Он был моим шофером. А почему вы его так повысили? Ну, потому что очень сложно найти дворецкого, который бы хотел работать в загородной местности. Вы дворецким раньше когда-нибудь работали? Я много кем был раньше. Но сегодня, если позволите, мой выходной. И я забыл ключи. Я это уже слышал. Во сколько вы покинули дом? Примерно в 6.30. Потом поужинал в закусочной Вайли. Кто-нибудь может доказать, где вы провели остаток вечера? Попытаюсь вспомнить. Уж попытайтесь. Из дома не уходите, я с вами еще поговорю. Очень хорошо, сэр. Я буду в своей комнате, мисс Ван Гойгер. Хорошо, Ворнер. Но вы же, конечно, не думаете, что он... С Ворнером мы уже встречались. Но вот только я не припомню, где и когда. Но я обязательно вспомню. Очень скоро прибудет команда из полицейского участка. Будут снимать отпечатки пальцев, фотографировать. А пока что... Миссис Паттерсон, вы ведь остаетесь сегодня вечером дома? Да, остаюсь. Через некоторое время я с вами переговорю. Доброй ночи, сэр. Доброй ночи, мэм. Дейл. Я был в офисе Марка Флеминга сегодня, когда вы с ним разговаривали по поводу планов дома. Он сказал, что вечером к вам заедет. Дейл звонила по моей просьбе. Она мне сказала о его намерении приехать сегодня. Кто еще об этом знал? Джуди, Лиззи и этот обходительный доктор Уэллс. Доктор Уэллс. Немногие убийцы убивают ради забавы. Летучая мышь — это психопат. Психопат, который одержан манией поиграть со своими жертвами. А на кону стоит миллион долларов. И он ни перед чем не остановится, чтобы получить его. Эти девушки остаются здесь на ночь? Да, они гостят у меня. Когда приедет моя команда, я полагаю, вам лучше остаться в наших комнатах. Хорошая мысль. Пойдемте, девушки. Лейтенант, а кто будет охранять этот дом сегодня ночью? Но у вас есть один охранник? Сегодня я смотрю дом сверху донизу. Если летучая мышь решит снова заглянуть, его будет ожидать сюрприз. Но кто он? Есть какие-нибудь соображения? Есть какие-нибудь идеи? Это может быть кто угодно. Пока что есть только некоторые версии, но нет ничего, чтобы можно было бы представить суду. Я думаю, его не стоит искать в преступном мире. Он может скрываться под маской кого угодно. Бизнесмена, врача, ученого, любого представителя общества. Дамы, запретесь в ваших комнатах и никуда оттуда не уходите. Я гарантирую, что вы будете в безопасности. Доброй ночи, лейтенант. Дамы, лейтенант. Бедный Марк. Бедный Марк. Да, очень желаю его. Ну что, доктор, теперь это вы согласны, что это была летучая мышь? В моем отчете я обязательно сообщу, что убийство было произведено таким же приемом, как и в предыдущих случаях. Парализующий удар в горло, затем в какое-нибудь уязвимое место, которое затем вызывает обильное кровоизлияние. Говоря простым языком, вы просто не знаете, кто или что убило его. У меня еще не было времени подумать над этим. Ну что, Энди, останешься здесь на ночь? Нет, я проверю окна и двери, а потом вернусь утром. Будь то снег, дождь или мгла ночная, а страж закона всегда на посту. Я думаю, я ошарашу многих, когда раскрою это дело. О, я очень в этом уверен. Доброй ночи, Энди. Береги себя. Доброй ночи, доктор. Я думаю, тебе пора спать. Мы с Лизей будем спать в этой комнате. Будем следить друг за дружкой. Как-то раз ветер порвал провода, и у нас не было света всю ночь, поэтому на будущее я запаслась вот этими штуками. Ты тоже возьми себя. О, спасибо большое. Ты уверена, что тебе больше ничего не нужно? Да, абсолютно уверена, у нас будет все в порядке. Если что-нибудь тебя побеспокоит, ты просто кричи, что есть моча, и две сильных женщины придут к тебе на помощь. О, я думаю, нас ничего не побеспокоит, пока Энди нас караулит. Доброй ночи, не беспокойтесь, все будет абсолютно в порядке. Доброй ночи. Ой, думается, мне сегодня я не засну. Да я тоже. Все, что я вижу, это взгляд бедного мертвого Марка Флеминга. Я думал, когда люди умирают, у них глаза закрыты, словно во сне. Но не нужно думать об этом. Но я думаю, ты тоже об этом думаешь. Нет, я думаю о своем бедном муже, который сейчас спит в тюрьме. О, Джуди, я так его люблю. 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 Может, нам позвать мисс Ван Гортер? Она услышит и ведет нам на помощь. Ну, как она нам поможет? Тем более, мы же не хотим выглядеть, как две истерички. Сейчас я прям в такую превращусь. По-моему, приключений на одну ночь уже достаточно. Но я должна знать, что происходит, но я должна знать, что происходит там в коридоре. И помощи нам ждать, и помощи нам ждать неоткуда. А как же тот полицейский? Да я не знаю, что-то, видимо, с ним тоже произошло. Давай, быстро одевай свой халат. Вот, Дэйл, пожалуйста, не ходи туда. Но если мы узнаем правду, это вот так может быть много значений для Вика. Хорошо, если ты пойдешь, я тоже пойду. Так, ты оставайся здесь. О, нет. Я просто поднимусь и посмотрю, что там происходит. Джуди, ты предупредишь меня, если кто-то появится. А я быстренько. Жди меня здесь. А я надеюсь. О, нет, только не Джуди. Бегите за помощью, я за ней посмотрю. Бедная девочка. Джуди. Летучая мышь. Да, летучая мышь. Он напал на нее перед лестницей. Я видела, как он сбегал по лестнице, когда выскочила из комнаты. Я бросилась за ним. И, по-моему, я его поранила. Вы сказали, что вы просмотрите этот дом сверху донизу. И чем же вы были заняты, позвольте вас спросить, когда это бедное дитя было убито? Я заметил кого-то перед домом. Выбежал из дома, я начал его преследовать. Я слышал, как он пробирается через деревья, последовал за этим звуком, и внезапно звук этот оборвался у дороги. Лучше бы это со мной произошло, а не с Джуди. Но я же говорил вам, забереться в комнатах и оставаться там. Что наделала на лестнице? Это была моя вина. Мы услышали шум на третьем этаже, и решили посмотреть, что там. Джуди пыталась остановить меня. А я заставила ее остаться на балконе. Как насчет вашего нового дворецкого? Я надеюсь, он в своей комнате. О, миссис Паттерсон. Да. Вы знаете, что здесь произошло? Нет, понятия не имею, но я слышала крик. Я вышла позвать Ворнера. У нас комнаты на одном этаже, но его в комнате не было, и постель не разобрана. Если миссис Паттерсон слышала крики, Ворнер тоже их слышал. Совершенно верно, сэр. Я слышал их. Да неужели? И где же вы были? Снаружи. Мисс Холландер только что убили. Не может быть. Да, значит, это вас удивляет? Шокирует. Я видел спектаклей получше. Теперь-то я тебя вспомнил. Тебя зовут Нью Ворнер. Мне объявление о розыске с твоей физиономией висит в кабинете. Полиция Чикаго не так давно расыскивала тебя по делу о выграблении. Я этого не отрицаю, сэр. Они искали меня, нашли, и я доказал свою невиновность. Да тебе просто повезло. Где ты был, когда это бедное дитя убили? Я же вам сказал уже, я был снаружи. И что это ты там делал? Я преследовал вас. Я увидел, как вы выходите из дома и начинаете преследовать кого-то, и я подумал, что вам понадобится моя помощь. Да, сэр, я следовал за светом вашего фонарика через деревья, но потом он пропал. Я пробирался сквозь темноту, и вдруг почувствовал, как что-то ударило меня по голове. Следующее, что я помню, как я очнулся на земле, и понял, что меня вырубили. Очень бы мне этого хотелось. Тогда бы мы нашли тебя с маской на лице. Тебя огрели кочергой, когда ты сбегал по лестнице. Да ничего подобного, вы не повесите это дело на меня. Я никакая не летучая мышь. Я никогда никого не убивал, хотя мог бы. Я не возьму вину на себя. Да, я не знаю. Ну что, доктор, у нас появилось еще одно дело для окружного судмедэксперта. Доктор, а вы-то почему вернулись? Ну, со мной произошел несчастный случай. Правое колесо машины отвалилось, и меня снесло в канаву. Ну, а так как это ближайший дом, я вернулся, чтобы позвонить в мастерскую. Я так и знал, Энди, что ты будешь здесь. Доктор сам себя вылечил. Вас что-то ударило по голове. Но я же сказал, что со мной несчастный случай произошел. Ну да, доктор, конечно. Я, конечно, могу ошибаться. А может, и нет. Посмотрим. Ну что, Дэйл, давай начнем новую главу. Уже в течение нескольких дней убийца занимает первые полосы газет. Лейтенант Андерсон обыскал дом сверху донизу. Уорнера не арестовали, но он теперь под пристальным наблюдением полиции. По ночам полицейские, репортеры и прочие зеваки оставляли нас в покое. Ну, кроме следователя, который дежурил снаружи. В одной из таких ночей, и сказав никому, и Лизе в том числе, я решила провести свое собственное расследование. Я направилась в комнату на третьем этаже, где мы держали чемоданы и прочую ерунду. КОНЕЦ 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 Здесь покоится летучая мышь. Боясь разоблачения, он покончил с собой. Руки вверх. Какая чудесная идея. Грохнуть меня в моей же лаборатории, чтобы все остальные подумали, что именно я летучая мышь. Сперва тебе придется меня убить. Значит, ты мне засаду здесь подготовил. Да, похоже, ты довольно умен. Но не настолько, чтобы найти деньги. Ну, хоть ты и близко к ним подобрался. А я вот знаю, где деньги. А когда тебя найдут мертвого с этой записочкой на груди, я отправлюсь туда, заберу деньги и буду жить припеваючи. Покончил с собой, уничтожил себя. Как правдиво. Ну что ж, прощай летучая мышь. Вот тебе сыворотка от бешенства, которая поможет тебе, больной ты или нет. КОНЕЦ 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 Что-то здесь не так. Что-то определённо не так. Мисс Корнелия! Мисс Корнелия! Вот уж интересно, где это нашляется в такое позднее время? О, Боже ты мой! Мистер Девенпорт! Мистер Девенпорт! О, потрясающе! Дверь открыта, задвижка сломана, а вы ещё и спите на работе. Вот интересно, что лейтенант Андерсон скажет, когда об этом услышит. Давайте вставайте. Что с вами случилось? Понятия не имею. У меня голова раскалывается. А всё тело словно анимело. Ладно, выпейте немножко этого и ведите себя поскорее. Я скоро вернусь. Харри, вы, это Лиззи! Я ужасно обеспокоена. Не могу найти нигде мисс Корнелию. А с полицейским, который у нас дежурит, что-то случилось. Позовите Уорнера. Встречаемся всем в гостиной. Ну что, с вами теперь всё в порядке? Да, через минутку уже буду в порядке полном. Теперь я помню, что со мной случилось. Мне сказали угощаться вином из графины, но мисс Ван Горнер тут точно ничего туда положить не могла. Но кто-то это точно сделал. Кто-то, кто знал, что я сегодня дежурю. А я мисс Корнелию нигде не могу найти. Искала вверху, внизу, в подвале, но нигде её нету. Попросила горничную найти Уорнера. Я думаю, лейтенанту Андерсону будет интересно узнать о происшедшем. Алло, это Девенпорт из поместья Окс. У нас здесь начались неприятности. Ну, во-первых, меня отравили. И пока я был без сознания, по словам Уорнершней, мисс Ван Горнер пропала. Позвоните лейтенанту Андерсону и сообщите ему об этом. Что, его нет дома? А где же он? На задании? На каком ещё задании? По делу доктора Уэллса? А что они ещё вам сообщили об этом? Послушайте, ну поторопитесь уже. Нам нужно найти мисс Корнелию. Так. Лейтенант Андерсон выехал расследовать убийство доктора Уэллса. Его нашли в комнате рядом с его гаражом. Доктор Уэллс? Да, в его убийстве есть что-то странное, но в полицейском участке об этом говорить не хотят. А Уэллера нет в его комнате. Его вообще свет простыл. Я же должен был следить за ним. А я хочу знать, где мисс Корнелия? Так, вы сказали, что дверь была не заперта. Да, так и сказала. Ну, вероятно, мисс Ван Горнер пошла погулять. Да она ни в коем случае бы так не сделала. Нам нужно продолжать поиски. Я не могу дышать. Здесь не хватает воздуха. Мисс Корнелия! Мисс Ван Гордер! Мисс Корнелия! Мисс Корнелия! Она могла зайти туда и включить свет. Пойдемте туда, посмотрим в первую очередь. Мисс Корнелия! Мисс Корнелия! Мисс Корнелия! Да, Лиззи! Лиззи, я здесь! Мисс Ван Гордер, мы пришли. Скажите, что нам делать? На камине есть пять панелей. Нажмите на одну из них рукой. На какую панель нажать, вы сказали, мисс Ван Гордер? На какую панель нажать? Мисс Ван Гордер, на какую панель? Да какая разница? Она сказала нажать на панель. Давай на все попробуй нажми. Смотрите! Ну, успокойтесь, теперь все в порядке. Все в порядке. Лиззи здесь. Ну как, вам получше? Да, намного лучше. Давайте я отведу вас в вашу комнату. Нет, я останусь здесь. У меня все в порядке. О, Боже, вы даже себе не представляете, как приятно может пахнуть обыкновенный воздух. Особенно, когда кто-то лишает его тебя на долгое время. Эта комната похожа на какой-то ящик. Когда камин перевернулся, и оказалось там, такое ощущение, что весь воздух оттуда выкачали. Он снова закрывается. Ничего, ничего, я могу отсюда открыть. За этим чертежом есть панель управления. Потайная дверь приводится в движение моторчиком. Ее можно удерживать в открытом состоянии. Полагаю, что камин в южной комнате тоже открывается. Да, так и есть. Я пыталась найти переключатель, но так и не нашла. А вот он здесь за чертежом. Да, конструкция что надо. Жалко, что мы точно так же не можем открыть этот сейф. Здесь либо эксперт нужен, либо динамит. Может быть, летучая мышь искал именно это? Да, похоже, так и есть. Он здесь шарит в доме уже всю ночь. А Уорнер пропал. И доктора Уэлса убили. Доктора Уэлса? Да, лейтенант Андерсон сейчас расследует его убийство. А он знает, что здесь сегодня произошло? Да, ему передали. Он уже скоро будет здесь. Мисс Ван Гортер, посмотрите, гараж горит. Спокойно, Лизе. Выключи свет в другой комнате. А вы куда еще собрались? Чтобы сообщить о пожаре. Оставайтесь на месте. Но, мисс Ван Гортер, гараж горит. Ничего страшного, охраняйте лестницу. Вы что, не понимаете, что этот пожар был затеян, чтобы выманить нас из дома? Выманить нас из дома? Да, конечно, это летучая мышь. Он здесь. Выключите свет. Он подумает, что мы купились на его трюк. И он появится здесь с минуты на минуту. Но и лейтенант Андерсон тоже здесь появится. Я очень на это надеюсь. Но летучая мышь доберется сюда намного быстрее. И он начнет снова убивать, если мы его не перехитрим. Субтитры создавал DimaTorzok Но внизу вы будете в большей безопасности. Ничего-ничего. Пускай все остальные там остаются. А я побуду с вами. Хорошо, только спрячьтесь где-нибудь. Должен признать, дамы, что многие видели мое лицо перед смертью. Но вам в таком удовольствии я вынужден отказать. Мисс Ван Гортер, хорошая бы сцена для вашей книжки получилась. Но боюсь, что написать у вас ее уже не получится. Бьюсь об заклад, что летучая мышь — это Уорнер. Плохо вы обо мне думаете, мисс Аллен. Уорнер? Мисс Ван Гортер, мне очень не нравится быть подозреваемым в убийстве. Я уже направлялся в аэропорт, чтобы сбежать, но потом одумался и вернулся сюда. Я очень рад, что я так сделал. Это же лейтенант Андерсон. Да, все время это был Андерсон. Он узнал секрет потаенной комнаты и выжидал. Выжидал момента, чтобы пробраться туда и открыть сейф. Мы там нашли более миллиона долларов. Десятками, двадцатками, сотнями. Экс-старина Энди. Он так беспокоился о своем капиталовложении. И как все было изобретательно. Так ловко спрятать награбленные деньги. Но ни в коем случае не пытайтесь никогда. Насколько бы вы респектабельны или умны вы были. Никогда не пытайтесь скрыть убийство. Ну что, Дэйл? Это конец. Дэйл? Продолжение следует...